Увеличение льгот для предприятий – это основные предложения Верховного Совета по стабилизации экономики. Разработанные изменения рассмотрел профильный комитет. Депутаты вернулись к вопросу о налоговой системе. Как известно, она в нашей республике поощряет торговлю, но не выгодна экспортерам, то есть почти всем производственным предприятиям. О переходе на другую налоговую систему, принятую в большинстве стран мира, депутаты не говорят. Но предлагают, по сути, применить ее, то есть снизить налоги в промышленности, а преференции крупной торговли – оставить. Кроме того, рассмотрено несколько вариантов уменьшения налогов предприятиям, испытывающим значительные сложности. Но за счет каких средств в таком случае выплачивать зарплаты и пенсии – пока непонятно. Компромиссным глава комитета считает следующее предложение – налоги снижать, но с обязательствами и со стороны самого предприятия. Уменьшать обязательства по налогу на доходы на 50%. В организациях обувной и химической промышленности при выполнении следующих условий – организация не должна осуществлять выплату дивидендов. И второе условие – чистая прибыль за 2015-2017 годы подлежит реинвестированию в размере 100%. Также предлагается новые предприятия на 5 лет освобождать от налога на доходы, то есть расширить уже действующий льготный период. Против поддержки как таковой правительство не возражает, но также предлагает утвердить механизм борьбы со злоупотреблениями. Знаете, прекрасно, что на сегодняшний день, в общем-то, никто не запрещает на базе действующего предприятия создать новое, и оно будет пользоваться данной льготой. Тут даже нереально просчитать, сколько недополучит бюджет. Обсудили и предложения, не связанные с уменьшением доходов. Например, говорили о микропредприятиях, то есть компаниях численностью до 15 человек. Их количество за год выросло с 270 до 350. Один из депутатов предложил упростить для микропредприятий экологическую отчетность. В правительстве поддерживают. И отмечают, что разрабатывают другой законопроект, чтобы решить проблему комплексно. Мы готовим свою законодательную инициативу, но это будет касаться не только точечно микропредприятий, но это будет касаться всех отраслей до определенного количества выбросов. Я думаю, что это мы затронем порядка 80%. Чуть ранее предложение по стабилизации в экономике в Верховный Совет направил и президент. Многие меры в этих документах схожи. Это повышает шансы того, что в отличие от прошлого года антикризисные меры все-таки будут приняты. Степан Бугаев, Николай Биркиншток, Первый Приднестровский.